Равносторонний треугольник Равносторонний треугольник, состоящий из трёх лёгких жёстких стержней, может вращаться вокруг оси без трения, которая совпадает с одной из его сторон. На пересечении двух других сторон прикреплён массивный грузик. Как и во сколько раз изменится период колебания грузика вокруг его положения равновесия, если ось вращения повернуть на угол α равный 60 градусов? По условию грузик совершает малые колебания. Для малых колебаний справедлива следующая формула. Период колебаний равен 2π, корень из l, делённый на g, где l — это длина подвеса, g — ускорение свободного падения. Заметим, что период колебаний никак не зависит от амплитуды колебаний. Дело в том, что при малых отклонениях зависимость от амплитуды колебаний очень слабая. Строго говоря, это формула приближённая, которую можно применять только при малых отклонениях. После того, как мы повернули ось вращения треугольника под углом α равным 60 градусов к горизонту, грузик начал вращаться как вокруг оси Y, так и вокруг оси X, что не очень удобно при решении задачи. Давайте выберем систему отсчёта так, чтобы грузик вращался только относительно одной из осей. Тогда давайте применём ось X так, чтобы она была параллельна оси вращения треугольника. В новой системе отсчёта мы получим, что сила тяжести распадается на две составляющие. Одна – вдоль оси вращения, которая никак не влияет на вращение, и равна проекции силы тяжести на ось X. Вторая – перпендикулярная оси вращения, которая полностью определяет период колебаний и равна проекции силы тяжести на ось Y. Тогда мы можем сказать, что действует та же самая формула. Период колебаний равен 2π корень из Lg, где в качестве G мы уже будем использовать проекцию G на ось Y. То есть мы можем записать, что период колебаний равен 2π корень из L делённое на G косинус альфа. По условию задачи нам нужно было найти, как и во сколько раз изменится период колебаний после того, как ось вращения треугольника повернут на угол альфа равный 60 градусов к горизонту. Для этого нам нужно разделить период колебаний после поворота на период колебаний до поворота. Это равно корень из единицы делённое на косинус 60 градусов и равно корень из 2. То есть ответ задачи – период колебаний после поворота увеличится в корень из 2 раз. На этом всё. Пока!